Я рад вас приветствовать сегодня на вебинаре. Давайте проверим связь, как меня слышно и откуда вы посмотрим, кто сегодня с нами на связи. Я вижу Алтайский край с нами на связи, Ростов, Астрахань, Уренгой, Вологда, Белоруссия тоже добрый вечер, Волгоград, Мурманск, Иркутская область, Свердловская, Челябинск, Ряжск, Волжский, Белгород, Воронеж, Кемерово, Карелия, Чувашия, Кемеровская область, Вологодчина, Борисоглебск, Москва, Екатеринбург, Пашкортостан, Хмао, Смоленск, Петрозаводск, Свердловская область, Хакасия, Москва, Ярославль, Челябинская область, Воронеж, Ухта, Коми, Минусинск, Тамбов, Замбовская область, Коми, Минусинск, Тамбовская область, Деревня Морщихинская, Ставрополь, Ярославль, Тула, Ульяновск, Амурская область, Волгоград, Красноярский край, город Минусинск, Пенза, Нижний Тагил, Свердловская область, Киселевск, Кемеровская область, Пермский край, Обнинск наш, Село Михайловское, Комсомольск, Сиропухов, Чебоксары, Братск, Хакасия, Ямал, Рянск, Кунгур, Казахстан тоже с нами, Омск, Казань. Хорошо, я вижу, у нас очень много коллег из различных городов, Орск тоже с нами, Саранск, видите, так много, что мы вот уже в течение трех с половиной минут только назовем на города, и это замечательно. Вот, спасибо большое за теплые слова, только-только был в Воронеже. Вот Елена Таряник пишет, что очень понравилось, это очень приятно слышать от вас. Я вижу, что из Воронежа к нам очень много присоединений, в Воронеже тоже очень большое спасибо за теплый прием. Мордовия. Так, ну, если уже заговорили про семинары, пока пишут, я еще назову, кто с нами также присоединился к нам. Скажу, что в Тамбове я буду во вторник, а 19 мая мы встретимся с учителями Ульяновска, так что все желающие могут присоединиться, вся информация на EnglishTichus.ru. Так, Мордовия, Воронежская область тоже с нами, Жуковский, очень красивый город, Нижегородская область и так далее. Так, хорошо, очень рад, что все мы сегодня с вами собрались, у нас достаточно много человек. Поговорим мы сегодня с вами о приемах активизации самостоятельной работы учащихся в обучении английскому языку. Да, и что именно подразумевается под самостоятельной работой. Вот Рязань с нами. Что под этим имеется в виду, какие приемы можно... ...какие-то приемы. И, в общем, проведем такой небольшой педсовет. Итак, основная роль учителя побуждать учащихся к самостоятельному логическому мышлению, учить их анализу, определению познавательных задач и проблем урока, применению полученных знаний и приобретенных умений, в том числе практических. Да, об этом писал профессор Огородников, и его слова до сих пор живы, поскольку, как мы можем с вами заметить, эти слова нашли отражение и во ВГОС, и во многих книгах современной методической литературы. Что мы подразумеваем под самостоятельной работой? Вот, коллеги, скажите, что мы подразумеваем под самостоятельной работой? Так, Юлия Шилло, это видимо ваша музыка играет, потому что я никакую музыку не включал. Воронеж. Итак, Воронежский семинар. Итак, что мы подразумеваем под самостоятельной работой, коллеги? Напишите, пожалуйста. Учителю надо научить учиться, находить информацию самому. Учитель открывает дверь, а ученик решает. Да, верно. Если в общих чертах, то абсолютно верно. Так, активную работу самого ученика, да, тоже согласен. Умение ученика учиться самому. Умение делать задачи. Задание без подсказок учителя. Согласен. Умение самостоятельно решать поставленную задачу. Абсолютно верно. Ученик работает сам, учитель направляет и корректирует. Верно. Работа с предложенной проблемой. Работа учителя. Подготовить проблемные ситуации. На самом деле они и в учебе. Тоже заложено. Самостоятельное овладение информацией. Угу. Учащий к самостоятельному поиску информации, да, как один из необходимых пунктов. Так. Применение своих знаний. Творческое использование речевых моделей. Да, если на говорение выходить. Угу. Так. Проекты готовить самому. Угу. Сам добывать знания. Хорошо. А, итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это, конечно же, могут быть творческие работы в виде проектной деятельности. Свободное говорение, ролевые игры, дискуссии. Вот. Уметь анализировать и дискутировать. Угу. Это может быть поисковая деятельность, направленная на поиск различной информации. Хорошо. Для поиска необходимой информации. Либо для создания какого-то творческого сайта, например, по страновидению. Это может быть работа в группе индивидуально. Да, умение работать в группе для достижения какой-то цели. Либо это именно индивидуальная работа. И что выделяют ученые в признаки самостоятельной работы учащихся. На самом деле, не так много у нас литературы по данной проблеме. Но, тем не менее, признаки выделены. Необходимость планирования своей деятельности, чтобы он умел составить план того, как, зачем и почему он будет делать, в какой момент. А также, почему, как спланировать деятельность, если это в группе, тем более, это будет важно. Функции самоконтроля также должны присутствовать, чтобы он умел проанализировать, где ему что нужно доделать, чтобы все получилось. Да, прогнозирование деятельности, как пишет Вера Александровна. Коррекция своей деятельности. Наличие познавательной задачи или проблемной ситуации. Обязательно должно быть. Проявление самостоятельной творческой активности при решении поставленных перед ними задач и так далее. Итак, какие же уровни организации самостоятельной работы присутствуют? Здесь нет ничего сложного, ничего нового. Это домашняя работа и работа на уроке. Могут быть эти уровни объединены совместно. И какие же, собственно говоря, приемы активизации самостоятельной работы на уроке мы с вами можем выделить? Применение игрового метода. Ролевые игры. Дискуссия. Мозговой штурм тоже будет интересным приемом активизации самостоятельной работы. Обучение в сотрудничестве. Работа в малых группах. Проектная деятельность. Поиск информации и так далее. Я думаю, что вы сейчас в чате можете еще привести ряд примеров активизации самостоятельной работы на уроке. Вот с удовольствием зачитаю. Синквин. Да, конечно, поскольку это грузовая. Ну, конечно же. Что-нибудь еще явно сейчас предложат. Так, Лидия Владимировна, расшифруйте. Не в курсе, что это такое. Дистанционное обучение. Да, конечно же. Тоже может быть, если там есть задания для творческой деятельности, для самостоятельной разработки. Участие в олимпиадах, конечно. Кольца Вена. Написание сочинения на заданную тему Бориса Ивановича. Правильно, абсолютно. Да, тоже может быть. Кластеры чтения и заполнения таблиц. Ангелина. Верно. Решение кейсов. Веб-квест. Да, тоже может быть. А, организационно-деятельностная игра. Игровой метод, конечно. Лидия Владимировна, спасибо, что пояснили. Интересное сокращение. Так, работа в различных интернет-сервисах. На сервисах, конечно же. Для создания чего-то, либо для поиска информации, для решения задач. Кроссворд. Кроссворд. Работа со справочной литературой. Ну, да, в качестве поиска какой-то дополнительной информации для решения своих задач. Да, это будет активизация самостоятельной работы. Вот, как мы с вами видим, очень много различных интересных приемов. Индивидуальное аудирование, когда в классе 2, 3, 4 класса. Тоже может быть, почему бы и нет. Анкетирование одноклассников. Это входит, скорее всего, в проектную деятельность. Исследовательская работа, опять-таки, в проектную деятельность. Как мы с вами видим, вот уже из того, что я написал, вы пишете. Очень много различных приемов. Очень много интересного можно предложить и активизировать самостоятельную работу на уроке. На самом деле, активизация самостоятельной работы, собственно говоря, привносит много плюсов, поскольку, с одной стороны, они сами выполняют задания, с другой стороны, есть... ...давать информацию всю полностью нам самим, поскольку все-таки здоровье оберегать нужно свое. И, собственно говоря, в какой-то момент нужно и самим передохнуть. Исследовательская работа, да, в проектную деятельность также будет, скорее всего, входить. И правильно театрализация, и об этом мы поговорим. Сюда же входит драматизация, но это на следующем нашем вебинаре со мной, который состоится в среду. Поговорим об этом, тут тоже много интересного. В неклассной деятельности, в связи с этим скажу, тоже будет входить абсолютно в активизацию самостоятельной работы. Об этом был вебинар. Корзина идей. Ну, про корзину идей входит в мозговой штурм. Ну что ж, давайте посмотрим на примерах. Итак, в Enjoy English для второго класса мы можем на странице 107 найти вариант, когда применяются игры, да. Что здесь необходимо? Play a guessing game with your classmates. Instruction. Write a list of five things you need at school. Don't show the list to your classmate. Find out what things your classmate has on his or her list. Example. Have you got a pen? Yes, I have. Have you got a rubber? No. No, I haven't. Have you got a? И так далее. Так, расскажите о кольцах вена, пожалуйста. Я думаю, что мы можем... Еще интересные всякие приемы вот в отдельном вебинаре с удовольствием, потому что эту тему мы действительно не затрагивали. Привнести туда еще различные приемы, о которых мы еще не говорили. Почему бы и нет. Итак, happyenglish.ru во втором классе. Мы можем с вами найти вот такую игру. Поиграйте в фанты. Каждый игрок получает флажок с написанным на нем словом и запоминает его. Флажки с словами кладут в общий пакет. Водящий игрок стоит спиной к другим игрокам. Учитель показывает карточку с каким-либо транскрипционным знаком. Водящий достает из пакета любой флажок и читает написанное на нем слово. Игрок, которому принадлежит этот флажок со словом, должен произнести звук, соответствующий транскрипционному знаку, который показал учитель. После этого водящий должен угадать, кто произнес этот звук. Например, водящий. Вот, пожалуйста, тоже прием активизации самостоятельной работы в форме игры. Можно, собственно говоря, активизировать самостоятельную деятельность. Круги вена, диаграммы вена. Соответственно, это интересный повод создать еще один интересный отдельный вебинар. Почему бы и нет. Итак, в миле для третьего класса мы можем увидеть с вами возможность изготавливать поделки. Это выезд во всех учебниках миле, в части учебников Mimile English. Там 5-6, по-моему, 7 класс. Итак, что нам тут необходимо? В втором задании нужно прочитать и сделать. Должен быть создан робот. После этого, в третьем задании, да, то есть уже идет первая активизация самостоятельной деятельности, поскольку нужно по инструкции создать робота. Инструкция вся написана на английском языке. То есть будет первый уровень активизации самостоятельной работы. Дальше она продолжается. Нужно поиграть в игру, разыграть такой диалог, собственно говоря, представляя своих роботов. Read and play the game. Sure, has it got long legs. No, it hasn't. И так далее. Собственно говоря, нужно рассказать о своем роботе посредством такого диалога, задавая вопросы и получая ответы. Тоже будет активизация самостоятельной работы. Обучение в сотрудничестве. Enjoy English для восьмого класса. Можно встретить задание 73 на странице 22, где говорится о космосе, о подвиге Гагарина. Как он полетел, собственно говоря, в космос. И задается к тексту 4 вопроса. Собственно говоря, вот этот текст можно разобрать по принципу обучения в сотрудничестве методом пила, джикса. Каждому выдать по одному вопросу. Они в нем разберутся. Можно задать этот текст и на дом до того, как выполнять его в классе. Предложить ответить на вопросы при помощи дополнительной информации, которую можно получить в интернете. И я думаю, что все очень хорошо получится. Еще один пример. Можно посмотреть на страницу 108. И увидеть вот такой пример. Во-первых, первым даже примером будет метод. А первое задание, где нужно в парах, обсудить три вопроса, которые заданы ниже. Они их обсудили, провели дискуссию. Вот, идет спор про Дальтон-метод. Я думаю, что действительно мы можем поговорить о нем на еще одном вебинаре. Итак, нужно обсудить три вопроса. И после того, как вы их обсудили, уже активизировали самостоятельную деятельность, нужно выполнить следующее задание. Сейчас, секунду. Значит, где нужно послушать, прочитать поэму и ответить на вопрос. То есть, найти необходимую информацию через аудирование. Мы сначала обсудили вопрос. Выяснили информацию в следующем упражнении. Тоже будет хорошая активизация самостоятельной работы, самостоятельной деятельности. Также присутствуют у нас проекты игры. Вообще проектная деятельность. Его можно встретить в Mimile English для 8 класса. Вот такой проект. Где необходимо, собственно говоря, выполнить вот такой интересный квиз. Изначально, сейчас я увеличу, будет и вам тоже видно. Нужно создать постер о себе, который бы рассказывал о вас. После этого нужно заполнить associations, чарт, чарт ассоциаций, с чем вы ассоциируете, с каким животным, цветом и так далее. Но не написать своего имени. После этого, уже в классе, после того, как они дома самостоятельно подготовили вот этот плакат, заполнили... ...обменяться этими плакатами, выбрать какой-то из плакатов и другому ученику рассказать и объяснить, почему же этот плакат относится именно к этому однокласснику. Итак, давайте посмотрим дальше. Метод проектов, где необходимо в Enjoy English для 2 класса, можно найти вот такой интересный проект на странице 94. И снова конкурс. Сначала сделай смешную закладку, пользуйся описанием в рабочий трайд на странице 50. Соответственно, будет первая активизация самостоятельной деятельности. Возможно, это будет и выполняться дома. После этого, придумай и запиши на закладке загадку о любимом животном, не называя его. Творческая деятельность. Нужно придумать, собственно говоря, загадку. На английском языке записать ее на этой закладке. Может, кому-то будет сложно, хотя бы на русском. Готовы? Устроите конкурс загадок. Прочитай свою загадку одноклассникам. Тому, кто первый догадается, вручи свою закладку в подарок. Третья активизация самостоятельной деятельности. Поскольку нужно загадать загадку, соответственно, после того, как ее написать. Озвучить правильный ответ. Либо подтвердить правильный ответ. А самое главное, еще и подарить свою закладку, что является обычно очень сложным для второклассников, потому что обычно они не хотят ничего дарить. Вот, Елена пишет. Этот конкурс идет на ура. Да, вот очень приятно, что есть такие отклики. То есть, вот там подтверждение, собственно говоря, тех, кто с этим занимался, что такие конкурсы идут очень хорошо. Вот, пишет Анастасия Александровна. Мы выполняли такой проект. Дети в восторге. Анастасия Александровна. А, да, вот. Так. Серая Людмила пишет. Некоторые с удовольствием дарят. Ну, конечно, есть те ребята, которые с удовольствием готовы подарить. Елена Зубарева пишет. Учителю дарят охоту. Учителю всегда все дарят охотно в начальной школе. Это средний-старший потом не очень. Так. Но этому тоже нужно учить, что нужно иногда дарить по условиям то, что сделано. Итак, в New Millennium English для пятого класса можно встретить вот такой интересный проект. Называется он Would Like to Know. Что необходимо сделать? In your project group write an answer. Follow these steps. Decide what you are going to write about. Your school and your timetable. Your favorite subjects. Friends, pets, classmates, etc. What you usually do after school. Think about the beginning and the end of the letter. Decide what materials you are going to use. Who does what in your project group. Do your part of the project and put it all together. Before it, put your letter on the wall and read all the other letters. То есть, соответственно, если уже анализирую, нужно выполнить некоторые шаги, опять-таки самостоятельно решить, начало и конец. об этом идет сноска и решить, что вы будете использовать для того, чтобы осуществить этот проект и как вы его будете презентовать. Так, что еще интересного можно посмотреть? В пятом классе в New England English можно посмотреть вот такой интересный проект Let's Work Together, где самое интересное то, что здесь на странице уже 33-й, в пятом классе через сами задания учащихся учим мы организовывать свою работу в группе. Давайте посмотрим. В первую очередь, это будет задание 3а. Make a project group. Say who can be what in your group and why. То есть, нужно сказать, кто и почему должен выполнить ту или иную работу. И дается пример. Natasha can be illustrator. She is very good at drawing. Vity can be editor. He is good at English. Вот. И, собственно говоря, дальше нужно опять-таки решить, когда уже распределировали, почему и кто будет выполнять задания к этим ролям. И, собственно говоря, после этого подготовить сам проект. Да, то есть мы уже... Деятельность между собой в малой группе. Итак, проектная деятельность happyenglish.ru для пятого класса. Можно встретить вот такой проект, который будет частично выполняться дома, а частично в школе. Итак, в самом начале. Prepare for your project to start a hobby club. Что необходимо выполнить дома? Подготовьтесь к проекту. У вас пользуется страница из родила Cutout в рабочей страде. Напишите о своем хобби, объясните, почему ваше хобби интересно. Кто из известных людей имеет такое же хобби? И пригласите одноклассников присоединиться к вашему увлечению. Проиллюстрируйте свой рассказ рисунками, фотографиями или своими собственными изделиями и подделками. Да, вот, собственно говоря, пожалуйста, это они делают дома, да, часть проекта выполняется дома, самостоятельно, затем в классе. Расскажи о своем хобби, пригласите одноклассников вступить в твой клуб и ответьте на их вопросы. Устройте выставку из презентации своих клубов, выберите хобби. И подойдите к членам этого клуба. Самым интересным будет признан тот проект, чей клуб собрал наибольшее количество участников. Поскольку есть момент соревновательности, то, конечно же, все будут стараться презентовать свой клуб как можно лучше, будут стараться его как следует подготовиться дома. Вот вам, пожалуйста, активизация самостоятельной деятельности учащихся. Итак, также к этому проекту можно найти подсказку в рабочей тетради. Вот она перед вами, где расписано «My Hobby», какой у него символ, что там происходит, то есть есть план, который поможет, опять-таки, решить эти проблемы. А мы с вами посмотрим теперь уже на ролевые игры проблемной направленности. В happyenglish.ru для 11 класса мы можем увидеть очень необычную и интересную ролевую игру. Чем же она в первую очередь интересна? Очень интересно то, что это суд на глобализации и вообще, что это ролевая игра в форме суда, которая, с одной стороны, предполагает дискуссию, с другой стороны, четко регламентирует нашу с вами работу и работу наших учащихся. Во-вторых, что интересно, это то, какое количество ролей предлагается, сколько участников предлагается задействовать в данном суде. Конечно же, будет один судья, дальше будет порядка пяти членов жюри, если у вас больше детей, то эту цифру можно увеличить. Затем мы с вами можем встретить оппонентов, одну сторону, вторую сторону, судей. И всего у нас с вами участвует 14 человек, а мы это можем довести аж до 20. Так, код для сертификата будет в конце. Так что подождите, все получится. Итак, что мы еще можем увидеть в шестом классе? Давайте посмотрим, например, мозгового штурма в виде mindmap. Итак, нужно заполнить вот эту mindmap, дополнить словами и словосочетаниями, которые были бы связаны с понятием what a word. Опять-таки, нужно объяснить, почему вы то или иное словосочетание употребили здесь и хотите, чтобы оно было связано. Можно поговорить о том, почему здесь именно такое количество дается окон, невозможно ли сделать либо второй какой-то круг, либо о том, не должно ли быть здесь в первом круге больше места для того, чтобы написать еще какие-то словосочетания. Интересная вещь, которая активизирует мозговую деятельность, соответственно, активизирует самостоятельную работу. Также примеры мозгового штурма можно найти в обучающих компьютерных программах. Например, в Enjoy English 10 класса, здесь сразу дан пример с правильными и неправильными ответами, можно найти вот такие. Продолжение следует... ...распределить слова по категориям одежда и музыка. Где неправильно дается ключ, вот, пожалуйста, можно сверить, слов больше, соответственно, сложность возрастает. Далее можно поговорить о том, почему здесь не больше слов, предложить еще какие-то варианты. В общем, очень интересное задание, можно хорошо выполнить и, собственно говоря, подумать о том, активизировать самостоятельную работу учащихся. Итак, давайте посмотрим. В Enjoy English для 11 класса можно встретить и дискуссии. Вообще, дискуссии у нас встречаются задания практически во всех учебниках. В каждом году можно встретить примеры дискуссии. И, например, можно встретить в 11 классе вот такой пример на дискуссию. В группе 3 или 4, discuss the questions. What do you consider a good job for you? Why? Do you have any unusual ambitions? What do you expect from your future job? What do you need to do to get a good job? What do you expect from your future job? Можно поговорить о своей будущей работе, поэтому учащиеся, скорее всего, активно примут участие в данном упражнении на странице 47. Также есть Dialog Vocabulary, который помогает нам снять языковые трудности, дать какие-то речевые клише. И, собственно говоря, очень хорошо поработать с данным упражнением, активизировать самостоятельные деятельности. Деятельность предложить им, собственно говоря, о чем-то подумать и поразмышлять. Теперь давайте посмотрим, собственно говоря, на дополнительные пособия. Первое пособие, на которое мы посмотрим, это... Вот, Аникина Юля пишет. Нашим девятым классам очень пришелся по душе проект Globalization. Да, почему бы и нет. Это, собственно говоря, в данном проекте тоже очень хорошо активизируется самостоятельная учебная деятельность у наших коллег. Так, вот тоже очень много интересных комментариев. Я потом, может быть, обращу на них внимание, поскольку они не совсем относятся к нашей теме. Если по теме, то с удовольствием прочитаем. А мы с вами давайте посмотрим на примеры и способия, в которых тоже можно найти много интересного. Можно использовать это как на уроке, либо проводить, как, например, по Сент-5 СБУК пособия, элективный курс. Уже, я думаю, что начиная с 8-9 класса, либо 10-11. Итак, давайте посмотрим. В пятом юните, в первом же задании, можно найти вот такое упражнение, да, разогревающее, warm-up. Да, то есть, нужно подумать о том, что же такое толерантность, ответить на вопросы. Попробовать дать определение толерантности. Вот, и, собственно говоря, поговорить. Как на уроках, так и, собственно говоря, на элективных курсах. И, опять-таки, активизировать самостоятельную деятельность. Итак, пособие Москва. Мы можем встретить тоже очень много интересного. И, например, вот такое утверждение, которое тоже можно обсудить, опираясь на биографию Михаила Булгакова. Нужно ли вам высшее образование? Да, поскольку вот дается пример, что Михаил Булгаков у нас изначально был врачом, а стал писателем. Помогло ли ему высшее образование? Ну, мы-то знаем, что, конечно же, помогло. Иначе бы не было бы рассказов сельского врача, собственно говоря. Но учащимся предлагается поговорить о том, нужно ли им высшее образование. То есть мы идем не от позиции того, что нужно учиться, чтобы получить высшее образование, а от позиции того, нужно ли оно им. Предлагаем им задуматься об этом. И чаще всего они придут к мнению, что, конечно же, нужно. И активизируется самостоятельная работа, поскольку им придется думать, отстает свою позицию, что-то объяснять. В книге «Москва» в элективном курсе можно найти и такие задания на примере. В книге «Москва» в «Москва» «When does Moscow need to be defended? Who can be a defender of Moscow and why? Do people remember Moscow defenders? If they do, why do they? If not, why not? How could you and your classmates be defenders of Moscow?» И так далее. Да, собственно говоря. Такие задания очень хорошо помогают нам развить активную самостоятельную деятельность. Таких заданий даже на этой странице несколько. Например, еще и задание третье также к этому относятся. Поэтому можно очень активно использовать на уроках. Так, давайте посмотрим, что же у нас дальше. В «Business English for young adults» можно встретить вот такое упражнение. Сейчас, по-моему, оно будет покрупнее. Где необходимо. Это тоже элективный курс в электронном виде. «Complete the table with other qualities». Use the expressions below and the language support box. Add your own ideas. Даются какие-то словосочетания, слова. Нужно объяснить, почему вы их соотносите с профессией менеджера. Очень интересное задание. Хорошо выполняется в качестве элективного курса по деловому английскому в 10-11 классах. Либо можно его применить на уроке для того, чтобы поговорить об этой теме более подробно. «Business English for young adults» можно встретить и еще одно интересное упражнение. В данном случае это будет «Playing the game Bad Line». Это та игра, которую мы хорошо знаем под названием «Сломанный телефон». Очень многие работали вожатыми, встречались с ней. Здесь нужно на английском языке донести сообщение от первого до последнего человека на проводе, не потеряв информацию. То есть... До последнего эта информация дошла в чистом виде. Очень интересное задание. Развивает активную самостоятельную деятельность. Потом можно обсудить тему сплетен и слухов, поскольку эта игра показывает, как они развиваются. Обсудить какие-то психологические моменты, учитывая, что это задание предполагается к 10-11 классу. Поэтому очень интересно, можно поработать. Также тут предлагается провести игру при помощи шагов, которые указаны ниже. Предполагается разделиться как минимум на две команды. Потом одна команда начинает, другая ждет и так далее. В серии книг RedUp можно тоже найти массу интересного. Например, читательский дневник, который, как пример, можно использовать и в вашей работе. Можно ввести дневник самостоятельной работы или еще какой-то дневник, который вы сами разработаете, придумаете. В данном случае предлагается уже в 2-м классе ввести читательский дневник, в который записывается дата, название того, что читали и мнение. Это ему интерес и пользу, вот данный текст. Да, это пример из RedUp для 2-го класса. Так, а чтение в началке должно быть на первом месте. Вообще у нас в ГОСТ подразумевает гармоничное развитие всех видов речевой деятельности. И в серии книг RedUp это тоже присутствует, но основывается все, конечно же, на текстах. Именно в этих книгах. Вы можете их использовать как на уроке, так и в неурочной деятельности. Вот, пишет читательский дневник, это здорово. Так, сколько времени на урок в начальной школе отводится на самостоятельную работу? Все зависит, если вы говорите про самостоятельную работу как контрольную, то не больше 20 минут. Если мы говорим на самостоятельную работу в том аспекте, в котором мы сейчас рассматриваем, то есть именно для того, чтобы они учились работать самостоятельно, а не выполнять контрольную, то, соответственно, этому может отводиться необходимое количество времени, поскольку каждое задание требует для себя определенного количества времени. Если это проект, то это может быть вообще весь урок. Татьяна пишет, работаю по калфам, пятиклассники и десятиклассники, с огромным удовольствием занимаются проектами. А вот с одиннадцатым классом трудно, так как все они уже определились с необходимым предметом. Имея английский нужен всего трем-пяти ученикам. На самом деле масса проектов... ...сталкиваться в институте, если им не нужен английский язык, они просто могут поговорить о своих любимых темах на английском языке. Вот. Итак, редав для восьмого класса, можно встретить вот такое задание в седьмом юнити. Write your name on a piece of paper, stick it onto your jacket or plover, walk around the class and talk to your classmates, asking and answering the questions. Да, то есть предполагается такая игра с стикером, с табличкой, которая обозначает вас. И даются такие вопросы. Why were you given your name? Who idea was it? Do you like your name? Have you ever wanted to have a different name? If yes, which one? Does anyone call you by a short name, nickname? How do you feel about that? What is the most popular name in your class? И так далее. Вот, так, Надежда пишет. Ага, ага. Так. Так, Надежда, вы можете написать мне на почту bimsobakatitle.ru И вообще все желающие могут написать с удовольствием что-нибудь посоветовать. И так, давайте посмотрим дальше. Что можно вынести в заключение, да? Что интересно, можно сказать. Я думаю, что вы тоже что-нибудь интересного подскажете. Развитие навыкам самоконтроля и самооценки. Можно затронуть и эту тему? Конечно же. Собственно говоря, это самое важное, да, и опять-таки я это могу сказать как заключение. Спасибо Лидии Владимировне за то, что санкцентировали на этом внимание. Когда мы говорим о развитии активной самостоятельной деятельности, мы об этом говорили в начале, то очень важно, что в этих упражнениях, в этих тех упражнениях, которых я показал, это есть, были функции самоконтроля, чтобы ученику нужно было самому проконтролировать себя, самооценки, поскольку, чтобы он мог оценить свою работу самостоятельно, все это входит. И, собственно говоря, все это очень хорошо помогает нам для развития самостоятельности. Что, что должно обязательно входить в прием самостоятельной деятельности. Итак, переходя к заключению, для развития навыков самостоятельной работы необходимо предлагать интересные творческие задания к выполнению, учитывать психологические особенности данного возраста, использовать возможности дополнительных пособий, и, конечно же, акцентировать внимание на самоконтроли, саморазвитие, прогнозирование, самооценки. Конечно же, если у вас есть какие-то вопросы по теме вебинара, то я с удовольствием на них отвечу. Потом, после этого, возможно, прокомментирую то, что пишут в чате. Так, на этом у меня сегодня все. Сейчас, если вопросов не буду, то буду... Так. Вот Лидия Литвинова интересно пишет. Проекты можно частично в языке делать со слабыми детками. Дебаты очень интересны детям, они при подготовке так много лексики по теме узнают, а потом она запоминается хорошо. Конечно же, потому что им интересно провести эти дебаты или дискуссии как можно качественнее, чтобы выделиться и отстоять свою точку зрения. Так. Тоже спасибо большое за отзыв. Тогда буду выкладывать код для сертификата. Вот, пожалуйста, вам слайд о том, как получить сертификат. Обратите, пожалуйста, внимание... Пока что скажу, что еще раз для тех, кто присоединился, буду рад встретиться с теми, кто может приехать в Тампов. 15 мая встречаемся в Ульяновске с учителями из Ульяновской и близлежащих городов. С удовольствием с вами увижусь. Да, всю информацию по этим семинарам можно узнать у нас на EnglishTeachers.ru. По поводу учебников. Вот уже много и в чате в прошлый раз писали, сейчас пишут. Уважаемые коллеги, сейчас уже все дошло так. А на Ямал, если, опять-таки, ваши методисты напишут нам и закажут семинар? Так, Оксана Сурина, из какого вы города? Я вам отвечу тогда на этот вопрос. Итак, по поводу учебников. Уже писали очень много коллеги. И сейчас вам говорят о том, что вам рекомендуют перейти на другие учебники. Но если вам четко говорят, что нельзя использовать учебник, пускай предоставят, собственно говоря, код еще раз. Можно в Уфе, была только недавно Алена Евгеньевна, осенью был Алексей Васильевич. Возможно, в будущем учебном году, конечно же, попробуем с вами там встретиться еще раз. Вот, не рекомендуют, а наставят. Если они на чем-то наставят, к чему я говорю, пускай предлагают к этому бумаги, потому что у вас вся база... на тех учебниках, которые вас устраивают. Если они считают по-другому, пускай не ссылаются на перечень, а дадут конкретной бумаге. Потому что ваши бумаги, более серьезный перечень, не зарегистрирован, носят лишь рекомендательный характер. Минюст его, собственно говоря, так и охарактеризовал. Если у вас нет таких бумаг, то обратитесь, пожалуйста, к теме у нас на EnglishTitch.ru, «Как отстоять любимый учебник». Там вся информация, все документы, которые регламентируют отстаивание наших учебников, все присутствует. Те бумаги, которые зарегистрированы, в отличие от перечня. Если не закупать новые учебники, вы можете заниматься по-старым. Также в этой теме, «Как отстоять учебник», есть ссылка на последний... последний... как его звать? Собственно говоря, последнее общение с Тритек в «Комсомольской правде». Так, в Ростове, да, но я был только-только в начале месяца. Елена Зубарева. Только-только были. Итак. Собственно говоря, она говорит о том, она ссылается на те же документы, на которые ссылаемся мы. Также... Если учебников достаточно, и либо их количество необходимого мало, то занимайтесь дальше по тем учебникам, которые есть. Так. Лидия Литвинова. Да, нет, мы занимаемся только английским языком. Для учителей географии мебинаров у нас нету. Но очень хорошо, что вы хотели бы такие видеть. Так. При проверке не оштрафуют. Опять-таки, обратитесь к той теме, коллеги пишут, что у Рособранадзора нет никаких претензий. В ряде областей учителя обратились в прокуратуру, им подтвердили то, что вы можете дальше заниматься по тем учебникам, которые вам нужны. Так. Закон областного министерства не может нарушать федеральный закон. По федеральному закону вы можете заниматься и дальше по этим учебникам. Обратитесь в компетентные органы и поверьте, никто... Опять-таки, если есть такой закон, то пришлите нам, пожалуйста, можете мне на почту bimsobaka.ru вот этот закон областной. Будем разбираться, поможем вам. Но, скорее всего, никакого такого закона нету, поэтому дальше занимайтесь по тем учебникам, которые вам нравятся. к новому учебному году, скорее всего, что-то изменится, потому что сейчас, как и положено, наши учебники проходят электронно, все они уже туда поданы. Готовится новый перечень в связи с этим. Вточнее, не новый перечень, а, собственно говоря, требования к новому перечню. Так что мы будем стараться и пробиваться. Да, и во втором классе вы тоже можете заниматься по книгам Enjoy English. Для этого, опять-таки, есть те документы, которые выложены. Есть закон об образовании Российской Федерации, в котором прописано, что вы имеете право выбирать те учебники, которые вам нравятся в правах учителя. Поэтому нет никаких в этом плане проблем. Так, дать в чате e-mail. Сейчас напишу. Вот, пожалуйста, Алена Евгеньевна написала мою почту. Моя почта и от лица администратора тоже выложена. Пожалуйста. Спасибо большое, Елена Зубрина, за высокую оценку. Так. Так. Анна Кинжибаева, да, вы можете так сделать при наличии учебников. Итак, хорошо, раз больше вопросов нет, я буду рад с вами общаться. Обратитесь, пожалуйста, к теме «Как отстоять учебник». Записи, презентацию данного вебинара можно будет встретить в понедельник также на englishteachers.ru. Приезжайте к нам на семинары. До новых встреч на следующем вебинаре. Спасибо большое, всего доброго.